МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По информации областной комиссии по выборах президента Республики Беларусь, этап сбора подписов на Гомичне прошел спокойно. Непосредственно у комиссии поступили у сего две заявы, але неких значных порушений у подчас проверки выявлено не было. Что течется непосредственно подписных листов, то у территориальной комиссии их подали инициативные группы 5 кандидатов. Наибольшее количество подписей сдала инициативная группа действующая президента Республики Беларусь, Александра Григорьевича Лукашенко. Это более 285 тысяч подписей. Значит, Николая Дмитриевича Олаховича, значит, инициативная группа сдала более 10 тысяч подписей. Эти две группы работали и собирали подписи во всех, значит, на всей территории Гомельской области, во всех районах. Соответственно, более, около 16 тысяч сдала инициативная группа Сергея Васильевича Гайдукевича. Более 4 тысяч подписей Короткевича Татьяна Николаевна, инициативная группа, инициативная группа Терешенко Виктора Ивановича. Зараз территориальная комиссия проводит проверку собранных подписов на соправдность. Плануется, что Центр выборкам зарегиструя кандидату 10 вересня. Ознаемиться с документами по выборах кераминка державы сегодня можно в так званых кутках выборщиков. И они створены на шматреких предприемствах и в аустановых в социальной сфере. Что тыжится подректовки до голосования выборщих участков, то займаться этим будут члены участковых комиссий. Их формирование повинно быть завершено не позднее 26 жнивня. По информации областной комиссии по выборах президента Республики Беларусь, в участковой комиссии на Омешине вылучено 13 811 представников, 36% из их отопрацованных коллективов, 46% от политических партий и громадских организаций. Это Республиканская партия труда и справедливости, наибольшее число претендентов, Коммунистическая партия Беларуси, Объединенная гражданская партия и Белорусская партия левых справедливый мир. Из числа общественных объединений более 15% выдвинули профсоюзы. Олег Синчаров, Евгений Макеенко, телерадокомпания «Гомель». Незапланованная встреча с журналистами по вопросам профилактики гибели детей. В Гомельске «Мабл-выконками» в формате брифингу сегодня обмерковали шляхи выражения проблемы детящих от травматизма и безотказных поводзинов дорослых. С начала года от внешних факторов в Гомельске в области загинули 22 детей. На минулых выходных в регионе зарегистрированы два несчастные выпадки. В Гомеле годовалый хлопчик потанул в ванне, а в Рогачевском районе восьмигадовый очищальным коллекторы. Гэтые трагедии, как и многие иншие, упыненные специалисты можно было продухилить. Александр Гамоля о прикладах и наступствах батьковской бестурботности. Невеликая поколькость у дельников Сустрэша, свежесть об оперативности и ее проведения, обмерковать проблему, связанную с гибелью детей, выросли по гораших следах. Головная мета – знайсти новую форму уздеяния. У основанного батькова, у минавито за их бесклопотных поводина, у нашем регионе гинут дети. Мы не сумели дойти до каждого взрослого, хотя вот из тех последних случаев, которые произошли буквально на этих выходные, у меня есть информация о том, что наши некоторые руководители субъектов профилактики беседовали с тем или иным родителем, застряли вот эту тему о том, что нельзя ребенка оставлять одного, но, к сожалению, произошла трагическая такая вот ситуация. Кожный год агульная колькость детей, які гинуть от внешних причин, сопоставанные целому классу школьников, які уже николе не сядуть за парты. И в 50% всех выпадков отказанность занять частное здоровье для жить на батьках. Як приклад, недавняя гибель восьмигадового хлопчика увезцы Красница Рогачевского района. Ён пропал каля 10-х и один ранец, а дорослые забили тревогу только у вечера. Увы, неку дитя знайшли у канализацийным отстойнику, який не был перекрытый. Максима, коли дорослые одумались худше, история не скончилась об трагедии. Второй ребенок также погиб по безалаберному отношению матери к нему, ребенку 11 месяцев. Мама купала ребенка, оставила ребенка в ванной, вышла и по возвращении обнаружила его утонувшим. Также хочется обратить внимание родителей на то, что в Гомеле уже третий случай за это лето падение детей из окон. По статистике, грани на территории Гомельской области от внешних причин каждый год гинуло до 60 детей. В 2013 и 2014 средняя колькость ахвяр сменшилась до 30, а ле селит-то только за 7 с половой месяцев загинули 22 неполнолетние. Шмат детей, страшивая житё, выник у купания на необсталяванных и неоховываемых пляжах. Дети выпадают из окна, опирающиеся на москитные сетки. За спрежек с батьками принимают рашение с истин с житя. У нас преобладает смертность среди детей возраста 1-4 года и подростков 15-17 лет. То есть по 5 детей вот данной возрастной категории. Члены комиссии по справах неполнолетних что год распроцовывают новые методы профилактики неосчастных выпадков. А ле без разумения проблемы батьками на ситуацию кардинально не поуплывать. Хвилина безотказных поводинов может привести до страты самого дорогого у жити. Александр Гамоля, Дмитрий Радзянко, телерадиокомпания «Гомель». У «Гомеля» перекрытый буйный канал поставки «Спайса» в Беларусь. Сопрацовники управления по наркоконтролю затримали интернациональную группу наркозбытчиков, які займались на территории Гомельской области распосюживанием наркотиков. Правооховникам удалось и не только арештовать мелких сбытчиков, але и выйти на оптового пастушика. Затримание головного фигуранта криминальной группировки 22-годового громадянина Российской Федерации отбылося на провокзальной площади у «Гомеля». Наркодилер не поспел позбавиться от 200 граммов психотропного речева и был затриман с доказами злочинства. А кроме того, его кватера, у которой потом провели в обыск, нагадывала соправдную лабораторию по вытворчеству курильных сумесей. Там сопрацовники выявили розное обсталявание и сыровину для спайсов. Отриманные дозы в выгляде закладок потом распосюживали іншые удельники криминальной группировки, сирот яких были и грамадянка Украины, наученец Гомельского лицея и два же хары Мазыра и Мазырского района. На дадзиный момент криминальная пятерка наркозбытчиков знаходится у следшем изоляторе. Данные наркотические вещества были оптовым курьером доставлены из города Минска. В дальнейшем посредством сети интернет и путем закладок в различных местах города Гомеля должны были переданы другим членам данной интернациональной группировки, которые, опять же, посредством закладок должны были распространить жителям города Гомеля. В настоящее время расследуется ряд уголовных дел, которые соединены в одном производстве. Первоначально было задержано 5 участников преступной группы. Буквально недавно задержано еще 5 человек. И в настоящее время в отношении всех избранных меропоседей в виде заключения по стражу всем предъявлено обвинение. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет. Областный открытый малевничный пленэр «Фарбы моей земли» отбылся у Мазыры. Его организатором выступил Гомельский мостатский колледж. На протягу ты дня мостаки натхнялись неполторными краевидами белорусского полеса и працавали. Выники были проставлены на выставе у Мазыры. Мазырские яры, Юровицкий монастырь и навод обмялелая Припять. Полесские краевиды и архитектура не могут покинуть обыяковым мостака. Святоуспромание у каждого разное. Свое бачение у дельники пленэру представили на выставе. Пленэр для художника всегда это своеобразный экзамен какой-то творческий, и возможность поработать с коллегами, что-то подсмотреть, чему-то научиться. Мы были в Юровичах, здесь, в Булавке, в окрестностях Мазыра. Это же такое индивидуальное, что кому нравится. Поэтому каждый писал то, что ему больше импонирует по духу. У Мазыры мостаки провели тыдень. Даречу, все 15 дельников пленэру, маэстри своей справы, выкладчики, выявленчага мостатства, члены белорусского и российского союза мостаку. Многие белорусскую швейцарую наведали у першыню. Я побывал везде, именно по Пелоруссии. То, что кидаю, уже не будем обсуждать. Там все архитектуры по-другому, плода что-то. Как только заехал в Мазыр, тут гора, домики разные, элитные, интересные. Хотел бы сразу захватить этих всего интересного момента. Как передать, нужно показать, а не говорить. Мероприемство прошло у межих компаний под назвой «Объедновывать людей мостатства». А кроме выезда на этюды и замалёвки, пленэру включал себе и майстер-классы. Подвяли вы некие работы на открытии выставы у мостатской школы мостатства. У вас можно каждый уголочек писать. Вот встал на одном месте, развернулся во всю сторону и пишешь, пишешь, пишешь. Все впечатляет. Очень красиво. Такие замечательные места. Ну, вы можете наблюдать, какие работы. Разные, яркие, спокойные, темпераментные. В общем, люди просто счастливы были все. Всем очень понравилось. Далее выстава отправится у Гомель. Треба означать, что каждый мостак подорить по две своей картины у фонд колледжа. А у дальнейшем организаторы мероприемства плануют открыть у областным центры мостатскую галерею, где, несумненно, будут представлены и картины с мазырскими краевидами. Илона Шавловская, Юрий Горобец, телеканал «Мазыр». Специально для телеградио-компании «Гомель». В Гомельском районе отбойся чемпионат республики по спортивным ориентованиям, в яким удельничали омаль 200 человек из разных регионов. По выниках с поборницей, лепшими стали могилевчане. На друге место удельники из Минска, на третью приступку пьедестала поднялись простонники Гомельской области. Дарыши вид спорту распасюжены у Советским Союзе, зараз свертая былую популярность. У гэтым пераканалися наши корреспонденты. Чемпионат проходил побочь звездкой Теруха у лесным массиве, який изъявляется трассой с перешкодами, незауваженными на перший позерк. Не глядяши на спякоту, життё у палаточном лагере бье ключом. Спортсмены, які уже пересекли финишную рысу, обмерковують пройденный маршрут. Я с 20-го уже на 22-й бежала, такая пробегая. Вот, думаю, что за пункт смотрю, 21-й. Однак час подводить выники на дешоу пакуль не для усіх. Частка удельников ешэ на дистанции. Их задача, як мага худшей, пройти от старту до финишу. При гэтым необходно знайсти контрольные пункты, и пробегаюча побыль з'ями, отзначиться с допомогой электронного шипа. Усё гэта фиксует компьютер, а выники на мониторы ноутбука отсучивает судейская колегия. В арсенале спортсменов только компас, карта и, зразумела, физичная подрыхтолка. Где-то закрытый лес, где-то пойменная часть такая заболоченная, и ограниченная видимость, и плюс к этому какие-то небольшие завалы, надо прыгать, надо пробираться в прямом смысле, в песчаные дороги. Ну, в таком вот русле надо было вот это всё в течение 7 километров преодолеть. На речи в Беларуси с поборницей по спортивным ориентованиям першыню отбылись в 1961 году. За минулый час развитие дисциплины пережило разные эпохи – от массового захопления до маль полного забыття, коли у гэтым спорта заставалися только данные фанаты. Але, меркующий по колькости удельников гэтого чемпионата, кризис у минулым. В каждой области этот вид спорта популярен, проводятся чемпионаты областей, проводятся кубки, проводятся чемпионаты Республики Беларусь на коротких, на средних, на длинных дистанциях, а также проводятся массовые соревнования для любителей этого вида спорта. В области спортивным ориентованием займаются больше за 150 человек. Одному заматарам у гэтым годзе удалось выкинать норматив майстра спорту. Добрые выники демонструють команды дятей и юнаков. Варто означать, лесный квест захопляет целые семьи. Яны кажуть, что лепший способ суместного вольного часу придумать складанам. В отличие от рыбалок нет такого мужской, женский коллектива. Здесь выехали все и, соответственно, идет свое общение в лесу. Одновременно совмещается спорт и отдых. Очень мне нравится активный образ жизни. Я очень люблю бегать, прыгать. Руслан Пролясковский, Светлана Князева, Дмитрий Родянко, Телерадио Компания «Гомель». Новины регионы и информацию о проектах Телерадио Компании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.cvrgomel.by. На этом выпуск завершен. У студии працавала Маргарита Шубукова. Усего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова